Как характеризуете вратарскую бригаду на этом сборе? Как проходят тренировки? Есть ли какие-то особенности? Провели всего две тренировки. Первая была больше нервосстановительной, потому что перед этим вратари все сыграли по матчу. Сегодня она такая уж была, уже была более цельная. Нормально в рабочем режиме. Одно из требований, так как я посмотрел сегодня, было двух сторон, которые были направлены, как мне представляется, на выход, на тренировку выхода из оборонного атаки. Насколько с этим справляются ребята, я имею в виду, Нигматулина и Иландратова? Насколько они знакомы с требованием главного тренера и как это удается их выполнять? Илья Иландратов уже не первый раз и не второй, и знает это, и очень быстро это все освоил. Это легко дается. Артуре Нигматурину было отправлено видео после того, как сообщил, что ее вызывает сборная. Отправили видео, в каких ситуациях вратарь должен играть, в каком направлении начинать атаку. Потому что пари играет, скажем, немножко другой футбол, более простой. И он приехал, он уже был готов к этому. И упражнения, которые были перед общей группой, они тоже были посвящены этому. Нормально все. Сейчас уже известно, кто будет играть с Кубой. Проведет же весь матч Матрица Фонов. Это будет, наверное, зависеть от разных факторов. Это будет, наверное, зависеть от количества замен. Вот, если это будет ограниченное количество, то это будет один вратарь. Если их будет не ограничено, это будет два вратаря. Насколько Артурник Матролин готов к тому, чтобы играть уже за сборную, а не просто принимать частью в тренировках? После двух тренировок об этом сказать сложно. Могу только сказать, что сейчас, наверное, у него, если говорить об играх за клуб, наверное, лучший период. Как мне кажется, был неплохой период в Амкаре. В свое время я давно за ним смотрю. Сейчас уступают по пропущенному пари только Краснодару. Его заслуга в этом велика. Он много сделал для того, чтобы команда была на том месте. Много очков принес. Если говорить о сборной, очень сложно сказать. Пока только прошло две тренировки. В первую очередь, это, наверное, вопрос психологии. И тренировки тоже должны показать, насколько он на этом уровне себя чувствует комфортно. Скажите, пожалуйста, пять игроков выбыли из строя. Вы, в числе Андрей Лунев. Но формулировка размыта по медицинским причинам. Скажите, пожалуйста, что конкретно с Андреем? И, собственно, поскольку он в поле зрения российского борщика только в матчах Лиги Европы может оказываться. Насколько давно вы за ним следите в Карабахе? И в каком, собственно, сейчас вы? Ну, давайте-то по порядку, да. Андрей приехал в Карабах, сыграл несколько матчей чемпионата. Сыграл очень хорошо. Особенно был первый матч, скажем так, давайте так, первый матч. Они сыграли в ничью. И это было такое первое знакомство с клубом, сразу с корабля на бал. Потом был матч в Габале, где они играли в меньшинстве больше половины матчей. Он им эту игру, можно сказать, вытащил. Он им вытащил эту победу. Потом был матч с Невчи, тоже принципиальный. Потом два матча в Лиге Европы, которые они с одинаковым счетом, с минимальным 1-0 выиграли. Все эти матчи отыграл он безупречно. И больше того, он, наверное, во всех матчах сыграл важную роль во всех этих победах. До, значит, в тот момент, когда мы его включали в расширенный список, он 10 дней не тренировался. И было неизвестно, будет ли играть он с Байером. Он сказал, что он очень хочет играть. Конечно, я как тренер сборной выражал беспокойство, говорил, что, может быть, ему лучше пропустить. Он говорит, что врачи сказали, что играть он может. То есть, скорее всего, будет. Это было до игры, потом уже перед игрой сказал, что будет играть. Вот случилась такая ситуация, травма. Были все время на связи. И сейчас он пропустит, наверное, дней 10 и будет опять играть. Он играет сейчас очень сильно. Конечно, за всеми смотрим. И всем, кто играет за границей. У нас там Ваня Коновалов выиграл Кубок Казахстана. Это его первый трофей. Сыграл первые матчи в Еврокубках в этом году. Поэтому за всеми смотрим. У Рудакова Максима ситуация другая. Там клуб закрывается. Его вроде как обанкротился. Сейчас официально все это признают. И получается, что он будет без команды. Хотя играли они хорошо. И он там тоже играл хорошо. Если говорить про наших ребят за рубежом. Вы сказали, что все зависит от замен. Но все равно первым же номером является Матвей Сафонов. Он, скорее всего, будет... Скорее всего, да. На сегодняшний день так, да. По итогам первого круга была публикована статистика портала МОПТО, который занимается статистикой, по количеству коэффициентов предотвращенных голов. И также, соответственно, и привезенных. И вот второй снизу в этом списке, это Сережа Песяков. У него пять мячей, которые были пропущены, если можно так сказать, по его вине. Вам не кажется, что это перебор? Мы же о сборной говорим сейчас. Песякова здесь нет. Хорошо. А тогда про Лещука. Он лучше по этому показателю, предотвратил 2,65 гола, стал лучше. По Лещуку, да. Игроком Динамо. Значит, Игорь, так же, как и Руслан Нигматуллин, ой, Артур Нигматуллин, они были в списке, да? Что сыграло роль? Конечно, нравится, как Игорь играет. Ну, я говорил, что Артур своей команде много очков принес. Игорь очень сильные матчи сыграл. С Локомотивом очень сильный матч сыграл. Мы не смотрим там, что Динамо много пропускает, не пропускает. Это не имеет значения. Качество Игоря высокое. В конечном итоге решило то, что Артур сыграл весь первый круг, да? В роли основного вратаря. У Игоря получилось меньше половины этого отрезка. Вот. Наверное, вот это все-таки перевесило. А то, что Игорь рассматривали, да. Ну, в список включали четырех вратарей. В тот момент, с учетом того, что Андрей Лунев не сможет приехать. То есть, изначально было, планировалось три вратаря. Потому что матч один. И четвертого включали на тот случай, если вот то, что случилось у Андрея. Виталий Николаевич, пока Псиков совершает такие ошибки, в сборной он не будет? Мы же говорим про сборную. Ну, да. Мы же не говорим про Ростов. А в целом видите прописывание Лещука? Конечно, в том году нет. Если говорить про Лещука, он и в прошлые годы тоже выходил. Даже на замену. Он хорошо играл. Потом Антон выздоравливал и возвращался в ворот Антон. Он и в тех, и в тех сезонах тоже играл очень достойно. Общались ли с ним? Общались ли с ним просто? С тренером. Вратарей. 12 ноября Никита Хакин стал вновь чемпионом Норвегии. Вы месяц назад говорили, что он кандидат в сборную. Но по определенным причинам пока не срастается. Как сейчас ситуация рассматривалась он на этот сбор? И почему его до сих пор нет в национальном плане? Причина простая. Общаемся. Никита хочет. Клуб запрещает? Клуб не запрещает. Но есть такая вероятность, что он приедет к нам, что он потом может потерять это место работы. Только из-за того, что мы переживаем за Никиту. А были еще какие-то вратарей, которым немножко не хватило, так скажем, до вызов? Да. Тут и Саша Максименко тоже в этом списке был. Если так говорить, то у нас и Саша Белинов очень сильно играет сейчас. Сейчас вообще вратари. В отдельных играх в этом году, я повторюсь, этот сезон отличается, наверное, тем, что очень много игр, где вратари вытаскивают игры. Где команда играет у соперника лучше, а вратарь вытаскивает игру. И практически в каждой команде такие игры в вратаре есть. И таких игр много. Где-то ничью, где-то победу. И в этом плане, конечно, сейчас вратари большую роль играют в своих клубах. Стали больше очков приносить, скажем так. Можешь сказать, что в сборной и в лиге в целом вратарская позиция, она сильнейшая, если рассматривать все линии, с точки зрения качества игроков, конкуренции? Ну, я сравнить не буду. Я просто скажу, что она очень ровная, она длинная, да, вот эта скамейка, скажем так, если можно сказать. Она очень длинная. На сегодняшний день, в этом году, да, вот сейчас, слава богу, у нас сейчас есть Матвей, который вот эту планку держит. С самого первого тура держит до сих пор. И сейчас вот больше приходится выбирать только это вот, кого вызвать еще. Потому что вот если так взять, вот этих всех вратарей, которые в списке в обойме, Юра Дюпин, да, очень сильно сейчас играл, надо отметить. Вот все победы Рубина, 1-0, 1-0, 2-0, в каждой игре вот он выручал. То вот эта скамейка, она длинная, и разница между, и даже трудно поставить там, кто пятый, кто восьмой, там вот настолько вот ровная линия. И выбор очень большой. То есть есть из чего выбирать. И вопрос здесь, начинаешь взвешивать уже такие тонкие моменты, когда все ровно, все ровно. Вроде и тот так же, и этот так же, и этот хорошо играет, и этот хорошо. Уже начинаешь искать какие-то детали, чтобы понять, вот у кого в чем какое-то преимущество есть. Вот как, например, сейчас было, когда выбирали Артура, между Артуром и Лещуком, да. Ну, очень сильно играет Игорь. А получилось так, что, ну, Артур 15 игр сыграл, все-таки, да, весь чемпион, весь тур, весь первый круг. Еще половину Игоря, там, поменьше. Потому что сезон начинал Антон, и играл Антон до травмы Шумнин. Получается, чтобы Лещуку попасть в сборную, ему нужно стать первым номером Динамо? Или в следующий раз, может быть, если при такой же игре, при таком же отрезке, он не может остановиться? Я думаю, что если он так же будет играть, он будет обязательно вызван на следующий сбор. Я так думаю, если вот эту он планку будет держать. Мы же все-таки говорим о том, что на длительном отрезке, да, вратарь должен показывать игру. Не несколько игр, не 3-4, а на длительном отрезке. Вот Артур, он весь первый круг играл. Игорь играет, у него не получается сыграть много игр, ему, у него просто так получается, что он не играет, да, столько игр. Он сыграет 2-3 игры, одну игру, 2-3. И вот сейчас, наверное, несколько игр сыграл. И, конечно, если будет играть, будет вызван. Про Максименко, про Александра Максименко как-то видите его, тоже прогресс. Сейчас он стал, скажем, больше играть, больше, чем Александр Сельков. Ну, вообще, спартаковские вратари оба, они для нас оба кандидаты примерно одного хорошего уровня. В том смысле еще, что и вратари хорошие. И стиль игры, который играет Спартак, он подходит под сборную. И последний матч очень хорошо Саша сыграл, я имею в виду, именно начало атаки, игра ногами. Вот, и они оба на виду, оба хорошо играют. И так получается, что на сегодняшний день Саша Максименков, до этого был там Саша Селихов. А так они оба в любой момент могут быть, любой из них вызваны. А вот из тех вратарей, которые были вызваны на прошлый сбор, на игры, ну, так скажем, Ю-23 с Египтом, у кого самый большой потенциал вы увидите? Может ли тебе одного выделить? Или любой из них может там выстрелить и стать новым Сафоновым и Кенфеевым? Ну, новым и Кенфеевым никто, я думаю, не станет, никто это не скоро. Потому что такие, как и Кенфеев, они рождаются там раз в десятилетие, в несколько десятилетий. Поэтому нет, нового Кенфеева не будет, будет просто другой хороший вратарь. Оба из них пройти должны свой путь. У каждого вратаря свой путь развития. У кого-то чуть быстрее, у кого-то медленнее, но оба будут хорошими вратарями должны быть. Оба, кто-то, может быть, начнет чуть раньше ярче играть, кто-то чуть позже. Ну, каждый свои, наверное, 10 сезонов, как это принято говорить, должен отыграть, свои голы пропустить. И у обоих должна быть яркая карьера, мне так кажется. Коллеги, давайте еще один-два вопроса и закончим. Была информация после прошлого сбора, когда с ваших слов про Ивана Провидели. Вот когда вы последний раз с ним общались, и вот действительно он отказался, как я понял, от вызова сборного? Я с ним не общался, да, я так не говорил. Просто я попросил руководства РФС найти его контакт и хотел пообщаться. Он отказался. Вот и все, и здесь ничего, я уже об этом говорил. Относимся к этому спокойно и понимаем ситуацию. Человек живет в Италии. Ну да, мама русская, но человек живет в Италии. Сейчас ситуация, наверное, и политическая еще к этому подталкивает. Наверное, я его не обсуждаю и не обижаюсь, и нормально все. Я правильно понимаю, что приоритет Сафону в нынешней ситуации отдается, возможно, в том числе и потому, что он лучше играет ногами и лучше начинает атаку? Если в целом брать весь комплекс тех факторов, которые позволяют убирать вратаря, игра ногами, игра в клубе, уровень мастерства. То есть вообще, если в комплексе брать, он сейчас, при том, что у нас много хороших вратарей, он номер один по целому рядом комплексам причин.